Привет, ребята! Меня зовут Саша, это канал о вязании, начинаю записывать свой новый влог. Я немножко на домашнем. Короче, я просто что-то подключилась. Значит, хочу рассказать, в общем, что носки франкенштейны розовые, которые я вам показывала в прошлом влоге. Я не помню, осталась у меня фотка или нет, может быть и не осталось. В общем, короче, их забрала моя соседка, которая их заказывала. Я была уверена, что она от них откажется, потому что, ну, как бы, не то чтобы они не идеальны, но они носки дурачки. В общем, разные получились, да, разные эти там цвета и все остальное. Она сказала, не, мне так нравится, как будто так и задумано. Короче, она их забрала. Так что я, с одной стороны, я счастлива безмерно, что мне не надо вязать дополнительные носки, вторые, да, вторую пару. С другой стороны, я вроде как уже привыкла к мысли, что они будут со мной, что это теперь мои носки. И я даже немножко расстроилась, думаю, елы-палы, теперь мне снова надо вязать себе фуксийные носки. В общем, короче, такая новость. Я решила к вам подключиться, поделиться, потому что, ну, это правда классно, когда, знаете, я думаю, что надо будет перевязать, а тут не надо перевязать. И ты такой, опа, так у меня, оказывается, есть снова свободное время, можно что-нибудь себе напланировать. Так что я безмерно довольна. У меня, получается, наверное, грамм 40 что-то там осталось этого и Арветы от Филкалана, и, соответственно, как он, Артисан. Так что можно будет точно себе связать носки, тоже какие-нибудь не менее дебильные, не менее дурачковые, но от этого не, как это, не хуже точно. Вот, так что вот такие вот новости. На данную минуту это все экстренные включения. В общем, пойдемте смотреть дальше влог. Не знаю, как сложится неделя. Ребенок идет в сад, наконец-то, ура, ура. Надеюсь, что походит, в общем-то, подольше. Я смогу нормально поработать, выстроить свой график, потому что, когда парень дома, я не сильно, скажем так, себе принадлежу в плане контента и так далее. Так что пойдемте смотреть. Желаю вам хорошего просмотра. Привет, друзья! У нас сегодня уже среда. Дни какие-то супер темные, честно говоря, и какие-то немножко суматошные. Вот, поэтому, соответственно, я не подключалась. Вчера, честно говоря, хотела подключиться, но было жутко темно. Я понимаю, что тут и сегодня, честно говоря, свет так себе, но, в общем, ладно. Что сказать? Как есть. Ноябрь, он такой. Так, давайте сразу же по проектам, по процессам, да, и потом, соответственно, перейдем к следующим темам. Так, я вам, по-моему, показывала в прошлом видео, что у меня связался вот такой носок в поездке. Значит, это пряжа от Маши Ермаковой, которую я накрасила сама. Машу не тем большой привет, спасибо вообще. Пряжа просто пушка, пушечная, невероятная. Так, значит, я начала вязать второй носок на вот этих вот спицах Ади, которые я покупала в Европе, да, в Праге, значит, которые идут классические. Ну, вот один носочек я связала, и они уже начинают попахивать, ну, таким окислившимся металлом. Мне, конечно, это не очень нравится, то есть мне они нравятся по всему, по скольжению, по кончикам, по стыку. Леска вполне себе неплохая для Magic Loop. Ну, короче, все отлично, да, по сравнению с чайгушками они, конечно, на порядок дешевле. Но, блин, этот запах, он меня, конечно, немножко подраздражает. Но, в любом случае, пока это будет не совсем, прям, знаете, невозможно просто вязать, я, естественно, буду на них вязать. Вот, отвязала резинку, ничего тут не подгадывала, я думаю, что тут особо нет смысла чего-то подгадывать, потому что, ну, на пряжу ручного крышения, поэтому, мне кажется, тут подгадывай, не подгадывай, все равно нифига не попадешь. Вот, значит, отвязала резинку и буквально тут, наверное, один или два ряда лицевую гладью. В общем, здесь все по классике, все просто, вообще, вот, как это, Маша на пряже живет в Машиной сумочке, все четенько у нас, все это как положено. Так, в Аниной сумочке живет мой следующий, значит, проект, я его пока не начинала, но вот сейчас приехала после, значит, я ездила к клиентке, отвозила ей вещи. Если вдруг кто-то не знает и кто-то хочет купить вязаные вещи, у меня есть такая опция, да, по Минску я, значит, могу привезти, померить вам. То есть, допустим, я беру, ну, там, все, что есть, допустим, аксессуары, плечевые изделия, вот, и по Минску я вам привожу на примерку, вот, в назначенное время. Ну, и, соответственно, уже на месте вы меряете, выбираете, покупаете, ну, короче, в общем, все счастливы. Так что, в общем, ездила к клиентке тут относительно недалеко, мы с ней чудесно поболтали, провели время, вот, и в итоге она купила свитер и купила шапочку. Вот, так что я счастлива безмерно, что мои вещи находят новый домик. Это из наличия, да, то, что у меня есть, вот, потому что, ой, заказные, это одно, а, ну, когда, в общем-то, из наличия что-то покупается, это, конечно, еще больше радости, потому что, ну, как-то вещи грустят, лежат, да, когда у них появляется новый домик, это радость и мне, и покупателю. Так вот, значит, это будет мой следующий, точнее, не следующий, а вот уже сейчас сяду с вами поболтаю и начну. Значит, это тоже будут носки для моего постоянного клиента. Значит, я в прошлом влоге вам показывала, по-моему, что вот связаны у меня носки, вот такие вот толстячки. Значит, напомню, что я вязала, цвет, конечно, безбожно вообще перевирает, он у вас более какая-то клюква, что ли, а он именно с фиолетовым подтоном, такая фуксия, в общем, фиолетовый. Значит, это артисан в две нити, так как с фуксией проблемы у волтайма потолще. Вот, я взяла в две нити, на тройке забабахала носки, получились очень классные, они получились толстенькие, тепленькие, в общем, ну, как надо, получилась полноценная шестинитка, как прям и должно быть. Вот, они в меру высокие, в меру, ну, короче, средние, я бы так сказала. Вот, это, значит, для моего клиента, которыми я вязала черный свитер, которыми я вязала черные гольфы, вот, короче, вот это все туда. Так, значит, вот эти носки готовы с прошлого влога, и абсолютно такие же, только с белыми полосочками, типа такие, более спортивные вариант, будет вот из этой вот пряжи. Уже у меня и спицы здесь подготовлены. Значит, это Ализе Вултайм, 75 на 25, значит, много противоречивых отзывов по поводу этой пряжи, но, не знаю, меня пока она как-то не разочаровала, честно говоря. В целом, ну, достаточно неплохая носочка. Так, и 100 грамм 200 метров, ну, то есть, это шестинитка. И, на всякий случай, цвет 60-й, это классический черный. Так, значит, 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 так, значит, у меня на вот эту вот пару, получается, у меня было 2 мотка по 100 грамм, соответственно, 200, и у меня еще осталось, по-моему, 106 или 108 грамм. Ну, то есть, вот, считайте, примерно там 92-94 грамма у меня ушло на вот эти носки, но они толстые и на 42-й, по-моему, размер, 42-43, что-то такое. Вот, так что одного мотка, ну, я, честно говоря, не знаю, мне многие пишут, а, я вязала на 52 петлях. Мне многие девочки пишут, что я набираю слишком мало петель, но, если честно, я не знаю, зачем набирать больше, для того, чтобы это болталось. То есть, если там пожилому человеку, допустим, там, не знаю, проблема с венами или еще что-то, я, может быть, могу понять, набрать прямо знатно больше, чтобы нигде вообще даже ничего не терлось. Но если это обычная нога, это мужская нога нормального размера. Ну, короче, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем набирать 72 петли, допустим, и с тонкой, а и с толстой, там, в районе 60-ти, ну, для меня это просто носки на коня. Вот, поэтому, ну, вот как это так, поэтому, если кто-то сомневается в моей способности вязать носки, ну, я не сомневаюсь, потому что армия, в общем-то, любителей моих носков множится. Поэтому я делаю из чего вывод, что все нормально, все отлично, тем более носки имеют свойство растягиваться, даже если вы супер плотно их связали, постоянно вожкая, ну, то есть, надевая, снимая, надевая, снимая. Ну, поэтому, в общем-то, короче, да, тот, кто волновался за мои познания в носках, не волнуйтесь, все у нас отлично. Вот, так что, короче, вот эти вот носки готовы. Я спросила у клиента, говорю, отправлять тебе нет, он сказал, что нет, будем ждать черные носки и общим скопом их отправлять. Вот, так что они у меня живут в корзиночке, вот здесь вот, и, соответственно, здесь сюда же я отправляю и вот это вот дело, да, ну, вы поняли, да, по поводу цветового сочетания. Так, значит, скоро Анины сумочки новенькие приедут к нам, так что можно будет их прикупить, вот, если вдруг что, подписывайтесь на Телеграм, Инстаграм, здесь в Ютьюбе следите, ну, в общем, я везде обычно делаю анонсы. Так, значит, поехали дальше. Мой, как это сказать, долговяз, не долговяз, не знаю, как его обозвать, сейчас я достану, тоже сумочка, тоже Аня. Аня, я просто вообще рукоплечу твоим сумкам, обожаю такие сумки, просто невероятные, очень удобные, супер-купер-класс. Так, значит, это процесс, единственное, что я, конечно, товарищ еще тут, да, подготовилась для съемки, закончила на самой середине. Ну, я думаю, что мы с вами поймем, что у меня тут происходит. Так, значит, это мой джемпер-свитер, скорее всего, это будет свитер, я так думаю, но посмотрим, насколько мне тут чего хватит пряжи. Я закончила, ну, как закончила, промежуточно закончила спинку, да, то есть у меня шло вязание вот отсюда, это японское плечо, значит, я вывязала, получается, заднюю часть, вот здесь, здесь у меня все уже готово, и получается, вот здесь вот добрала, да, то есть это, ну, вот, соответственно, японское плечо будет, и если разложить, ну, я думаю, что вы понимаете, это будет вот так. Так, это я что-то, меня то ли ребенок, то ли муж отвлек, и я быстренько тут бросила все и понеслась делать все дела. В общем, вот так это выглядит сейчас, мне тут осталось буквально чуть-чуть еще довязать, и я буду объединять в круг, и вязать уже по кругу, вот, но так как у меня пряжи не то чтобы прям впритык, но я думаю, что может быть прям на дикую ширину какую-то или длину мне не хватит, поэтому, скорее всего, я там, у меня, получается, вот, смотрите, вот этот и вот этот, у меня есть еще один такой же, это кэш, как он там, кэш-код, да, 70 хлопок, 30 кашемир, значит, у меня есть еще один такой же бобик, и получается вот этот вот софт донигал, да, я думаю, что я довяжу, объединю в круг и вывяжу полностью вот этот вот барбусик в ноль в тело, и потом я перейду на рукава, да, то есть вывяжу полностью рукава, какие мне нужны, и уже остаток всей нитки пущу в тело, да, для того, чтобы, ну, потом мне было мучительно больно, что мне не хватает, там, да, какие-то куцые рукава, в общем, реально я, значит, давайте я, кстати, принесу сейчас и дорасскажу. Итак, смотрите, я принесла, в общем, прародителя вот этого, значит, это первая модель, которую я вязала из такого тандема, получилась просто вообще невероятная пуля, которая меня не оставляет равнодушным, значит, этот свитер, да, по заявкам трудящихся, Маша, тебе большой привет, в общем, у меня, на самом деле, многие спрашивали, как ведет себя этот тандем, эта пряжа, потому что я в этом свитере ездила в поездку, да, мы с мужем ездили, в прошлом влоге вам показывала, в Евротур, мы постоянно шорхались по автобусу, где-то что-то, куртку снял, одел, там, что-то, не знаю, там, в туалет пошел за, это, вот, объяснение, это мой конек, в общем, короче, рукава там, да, надо закатать, шорхаются постоянно руки во время носки, ну, короче, я думаю, вы понимаете, да, об автобус, об еще какие-то моменты, в общем, что я могу сказать, все прекрасно с этим свитером, смотрите, с ним вообще ничего не происходит, может, тут какие-нибудь две катышки затерялись какие-то, вот, смотрите, так, я просто его сложила для того, чтобы он поместился в кадр, вот, смотрите, горловина, сейчас поближе, вот, видите, этот спандекс, который я вставляла, он чуть-чуть смотрит, ну, в смысле, проглядывает, но, если честно, меня это как бы не парит, учитывая, насколько он такой твидовый, это, можно сказать, вот так и задумывается, то есть, вот, смотрите, места трения, шея, что тут еще, давайте, подмышки посмотрим, да, самые-самые интересные местечки, вот, подмышки, ну, вот, честно говоря, я бы даже, может, и хотела какую-нибудь катушку бы оторвать, да, что-то, ну, вот, вот здесь, может быть, во, нашла, ура, вот, ну, вот, вот, короче, вот такие вот совсем малюбасенькие, давайте, вот, рукава, вот, на рукавах чуть-чуть есть, вот, смотрите, ну, вот, ну, они настолько быстро и просто снимаются, что это просто даже, учитывая, я же говорю, то количество трения и всего-всего, вот, я буквально сейчас приехала домой, я была в нем, я каждый раз получаю какие-то неимоверные комплименты по поводу этого свитера, то, что, во-первых, очень крутой цвет мне, он очень подходит, я же говорю, всю жизнь думала, что мне такие цвета не идут, вот, уже, конечно, вот, во-вторых, что такая модель, он хорошо сидит, он такой уютный, обнимательный, ну, в общем, короче, вот, на рукавах, я думаю, что вы видите, ну, для меня, честно могу сказать, катушки это не критично, если для кого-то критично, ну, вот, смотрите, что, как бы, происходит, на мой взгляд, учитывая количество носок, то есть, вот, я за последний, получается, сколько я вот его связала, ну, вот, за последние, там, сколько, три, наверное, недели, как я его связала, ну, я его практически не вылажу из него, я ношу его постоянно, я его еще ни разу не стирала, вот, потому что здесь, ну, получается, натуральный полностью состав, и я в нем, как это, при всем желании вспотеть, как конь, не получается, потому что он настолько гигроскопичный, что в нем комфортно, да, то есть, он не паркий, он не жаркий, но он теплый, он именно такой комфортный для носки, в автобусе мы ехали, да, печка, конечно, когда там шпарила сбоку, что у меня чуть-чуть эта ляжка не поджарилась, было чуть-чуть жарковато, но там все было жарковато, даже кто в майке сидел, вот, а так, вот, если комфортно, в смысле, печка работает умеренно, то в автобусе нормально, в этом, в магазине нормально, в кафе мы сидели нормально, не знаю, по магазинам мы ходили тоже нормально, в городе, где какие-то ветра, что-то еще тоже, ну, то есть, он комфортный, он именно такой для носки, для городского какого-то ношения, короче, в общем, я могу про него рассказывать вам долго, но он не, его не перекосило, то есть, полотно ровное, как вот оно было, то есть, хлопок его стабилизирует, поэтому берите на заметку, не обязательно кэш-код добавлять, да, то есть, вы можете просто там, например, нитку хлопка с пайетками добавить, просто нитку хлопка, возможно, какую-то хлопковую смесовку, опять же, да, добавить, софт-донингл сам по себе косит просто, ну, диком косит, честно говоря, и у меня никогда блокировка ему особо, честно говоря, не помогала, меня не всегда косина напрягает, но, допустим, если это супер какая-то вот простая лицевая гладь, все-таки хотелось бы, чтобы это было, ну, как-то, знаете, добротное полотно, вот, и еще, кстати, я поняла, знаете, что вот, благодаря этому свитеру, ну, вот, смотрите, ну, короче, почти как новый, может, даже реально как новый, как будто я его только-только постирала, отпарила, и вот это ношение, это я в машине постоянно где-то, да, то есть, у меня попа, ну, такая удлиненная, да, то есть, вот, я думаю, что вы видите это перед и, значит, спинка, короче, постоянно везде шорохаюсь, ничего с ним не происходит абсолютно, в общем, и что я поняла, у меня вот этот фиолетовый, который я вот этот вот вижу сейчас, он у меня был связан в одну нить, это одинарный дольник, сколько он там, я забыла, 200, что-то 70, или сколько он, не помню, или 350, ну, в общем, тоненький он, я его вязала в одну нить на 3,5, вот, и он после стирки, естественно, разбухает, он такой достаточно был симпатичный, но он дико косил, но я поняла, что все-таки для свитеров, вот таких вот комфортных, уютных, теплых, но ни жарких, ни парких, я люблю фактуру более плотную и более, как сказать, пухлую, да, потому что здесь, ну, считайте, вот две нити, то есть, тандем получается, здесь софт-донингл и вот этот кэш-код, значит, когда вяжешь, получается, ну, здесь не целесообразно, потому что показывать, потому что софт-донингл я не отпаривала после того, как я распустила, ну, в общем, когда вяжешь, получается немножечко, как бы, с одной стороны, мне показалось, что полотно забитое, да, но потом после стирки он настолько хорошо распухает и забивает все вот даже какие-то свободные местечки, и он получается не забитым, сваленным, но и не дрыслявый, знаете, такое бывает полотно, и как будто бы хочется ему немножко отдать как-то жизни, вот здесь полотно именно, я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю, в общем, короче, здесь именно та плотность, которая нужна хорошему свитеру, он держит форму, он не висит с соплей, при этом он не стоит колом, а вот он именно такой классный, обнимательный, теплый, комфортный, не колючий, потому что один софт-донингл лично для меня более колючий, чем вот, например, с этой смесовкой, и эта смесовка хорошенечко его стабилизирует, давайте попробую, если сейчас свет, конечно, не я, вот полотно поближе, надеюсь, ой, надеюсь, вам будет видно, вот полотно поближе, когда намокает нитка хлопка с кашемиром, он становится более такой, как меланжевый, даже как будто мулине, а потом, когда они высыхают, становится прямо такое монолитное полотно, ну, короче, я в восторге, правда, я настолько рада, что я нашла это сочетание, что мне кажется, я теперь все буду сочетать таким образом, да, пытаться, ну, вот я думаю, что вы видите вот этот вот низкий, такой совсем-совсем низкий пушочек, уж, если честно, я не знаю, это там кашемир, эти там 30% или это вся вместе вот эта вот смесовка, ну, короче, это просто отвал башки, вот, поэтому моя рекомендашка, правда, это мое открытие, наверное, открытие 2023, да, ну, типа, можно подводить уже какие-то итоги, это однозначно открытие вообще этого года и, наверное, последних лет моего вязания, донигал одинарный, двойной я не вязала, в смысле, плечевой изделие я не вязала из двойного, поэтому я уж там не знаю, как он себя ведет, но, по-моему, он тоже косит, вот, одинарный обязательно моя рекомендашка с чем-то все-таки его миксовать, потому что в две нити, мне кажется, это слишком толсто, а вот если его миксовать с чем-то вот стабильным, да, мне кажется, сольном должно быть неплохо, если это не совсем косящий лен, потому что косо-накосо может дать вообще, что у вас будет в повалку все, поперечное вязание, что если его грамотно подобрать смесовку, то донигал раскрывается просто с какой-то невероятной красотой еще больше. Так, короче, поэтому по поводу свитера могу сказать, что это вообще лучшая история последнего моего вязания, вообще мой обожаемый свитер, который я прямо, знаете, вот ношу, каждый день у меня к нему тянется рука, просто, допустим, если я понимаю, что я буду вообще весь день там, не знаю, болтаться в машине или еще что-то, я, например, беру больше толстовку, да, хлопковая футеровая с начесом толстовка, потому что она, допустим, с капюшоном, и мне иногда бывает в машине более удобно, вот, а если я иду, я понимаю, я буду идти на улице или что-то еще, или такая промозглая погода, то вот я выбираю этого красавчик, так, значит, по нему рассказала, вот, поэтому мне осталось чуть-чуть и буду объединять в круг, конструкция абсолютно такая же, то есть я вижу по своим расчетам, по своим там меркам и всему остальному, но принцип, я уже повторяла, говорила, но повторюсь, принцип вы можете взять по мастер-классу Лены Орловой, канал Хоббит для ленивых, у нее есть мастер-класс МК, что-то там, лайт, японское плечо, как-то так называется, вот такой мастер-класс, реально, рекомендую вам, принцип абсолютно вот такой же, то есть горловину вы можете сделать любую, размер тоже там любой, там Лена рассказывает, как она вяжет свой, то есть это не, ну, как сказать, полноценный мастер-класс там с расчетами, еще с чем-то, Лена там просто рассказывает, там, вот я набрала столько-то, столько-то петель, у меня такой-то, такой-то размер, там, я там получаю столько-то, столько-то сантиметров, но из-за этого, да, если у вас минимально какой-то опыт есть, хотя, мне кажется, даже если нет опыта, вы все равно свяжете, в общем, короче, там все понятно, вот, поэтому однозначно рекомендую, так, и давайте поближе покажу, вот, ну, соответственно, вот такое вот полотно, тоже очень красивое, естественно, ему надо будет постираться, чтобы выровнялся донигал, который был распущенный, и вот эта вот коричневая нитка тоже хорошо стабилизирует, он никуда не уплывает, не косит, ну, и здесь, конечно, вот эти вот крапушки, они, конечно, просто божественные, чуть-чуть, получается, вот этот коричневый, он не то, что прибивает, он делает более темным полотно, но, опять же, да, учитывая, что у меня есть вот этот яркий товарищ и там паутинки какие-то чуть-чуть поярче, да, то вот такой вот темный у меня вязаного в гардеробе темного, по-моему, вообще почти ничего нет, у меня все такое более с цветом, да, вот, так что, короче, что, вяжу на четверке, значит, я вяжу это сочетание, кто-то, возможно, взял бы побольше, но вот эту вот часть, которая, как это, как каркас у нас, да, я все-таки предпочитаю вязать на более мелких спицах, значит, у меня здесь четверка, а потом, вот, после того, как я перейду на круг, я беру 4,5, и для тела это, получается, само то, то есть здесь ничего никуда не уплывает, не растекается, держит каркас, а дальше тело, чтобы оно было чуть-чуть, буквально совсем чуть более воздушным, я беру 4,5, это вообще отлично, если вы вяжете, ну, прям, супер плотно, то, возможно, даже пятерку, но я поняла, что вот эти вот игры с большими спицами, да, с большим прям размером, знаете, чтобы было прямо, это не самая лучшая история, потому что можно самому себя наколоть, вот, так что, в общем, вот такие вот у меня процессы, так, сейчас я это все дело положу, и давайте я буду показывать вам покупки с прошлого влога, а то я так, там просто уже был достаточно большой влог, я подумала, что если я буду еще покупки сюда пихать, рассказывать про каждый моточек, то это уже будет чересчур, так, значит, на всякий случай я вам напомню, что у меня вот такие вот классные свечки, значит, это Arna Home, в Инстаграме есть, ребята, в Телеграме тоже я оставляла как-то контакты, продублирую, вот, мне очень нравятся эти свечки, я их жгу постоянно, здесь деревянный фитилек, и он прикольно, так как в камине трускает, и очень вкусные запахи, вот этот вот, это, что это, дубовый мох и янтарь, очень интересный запах, реально, он, с одной стороны, терпкий, чуть-чуть сладинка, чуть-чуть какой-то свежести, в общем, вкусный, очень-очень, и мне нравится вот эта деревянная крышечка, задул и быстро закрыл, чтобы не воняло на всю квартиру, потому что я не люблю запах, ну, когда свечку задуваешь, вот этот запах такой, фу-фу-фу, вот, и буквально недавно приезжала к нам наша крестная, ну, в смысле, крестная моего сына, по совместительству моя подружка, вот, и она шьет вот такие вот интерьерные салфеточки, эти корзины я вот что-то не помню, шьет ли она, но вот у нее есть салфетки, и у нее есть такие, это под фрукты, под пряжу, под что-то еще, вот, вот так вот, Джинджер, зовут ее Юля, я вам оставлю тоже контакт, у нее можно заказать салфетки, вот буквально сейчас она шьет заказ на 12, по-моему, персон, такие вот салфетки столовые, да, под посуду, ну, в общем, короче, красиво очень, это, я не сильна в этих штуках, это шнур, то ли вот полиэфирный, то ли хлопковый, я, если честно, не знаю, но это можно Юле все эти вопросики задать, а вот она мне такую маленькую салфеточку подарила, очень красивая, красивый голубой цвет, вообще не передать словами, так что я довольна, и я вот так вот себе ставлю свечку, рядышком чашечку кофе или чая, и мне прямо очень-очень сильно нравится, так что все, погнали смотреть пряжу. Ну что, давайте смотреть, в общем, что тут у меня за чудесная куча, не побоюсь этого слова, куча добра лежит. Так, давайте, значит, по порядку, сейчас я тут их распределю, так, это здесь, это здесь, так, все, значит, смотрите, давайте начнем вот с этого, в общем, напомню, в прошлом влоге я показывала, на всякий случай оставляю вам ссылку на прошлый влог, что мы ездили в Евротур, значит, автобусный у нас был тур, и мы были в, где мы там были? В Праге, в Карловых Варах, в Дрездене и Варшаве, значит, Дрезден и Варшава у нас, Дрезден, можно сказать, что мы почти вообще в автобусе его посмотрели, в общем, там была куча своих там каких-то нюансов и всего-всего остального, вот, поэтому в Дрездене был, муж нашел один магазин, который в воскресенье был закрыт, мы как раз приезжали в воскресенье, ну, поэтому я даже и не мнила, что мы там что-то будем смотреть по Пряже, значит, в Варшаве тоже это уже был конечная, скажем, точка нашей, поэтому тоже у нас было мало времени и уже как бы не до Пряжи, ну, а, соответственно, в Праге и в Карловых Варах оказалось, оказалось, что есть чудесные Пряжные магазины, значит, один магазин, который муж нашел, он был закрыт, который был относительно в центре, в общем, и, ну, я думала, что мы уже никуда не пойдем, вот, но муж меня привез в другой магазин, надо было на метро проехать и так далее, ну, в общем, короче, я им, конечно, дико благодарна за то, что он уважает мое увлечение, и в каждой поездке, даже если я начинаю нудить, что ой, ай, давай не пойдем, он говорит, ты че, вообще что ли, это самое, это и память, и контент тебе, и интересно, и что-нибудь новенькое, и купим тебе, ну, в общем, короче, большой молодец, за что ему огромное спасибо, вот, так что, значит, в Праге, в Пряжном магазине, у него была очень смешная вывеска, я вам сейчас вставлю, если я не удалила все эти кусочки, в общем, что-то у них там перегорело, и они решили скреативить и написали там со смайликом вместе, в общем, магазин, на самом деле, классный, да, большой очень ассортимент, неплохая такая площадь, единственное, конечно, продавцы весьма специфические, одна вообще даже не поднялась, она была слишком, видимо, очень занята, и так продажи идут хорошо, поэтому че как бы уделять время, вот, вторая, более, да, такая, скажем, приветливая, но тоже не особо сильно рвутся они и что-то там делать и помогать, вот, но не суть, не суть важна, да, мне, в принципе, все эти супер навязчивые сервисы особо-то и не нужны, я люблю сама смотреть, смотреть, щупать, и когда мне нужна помощь, тогда я, ну, как-то сказать, прошу помощи, да, но как минимум все-таки в моем понимании, не знаю, там, встать, поприветствовать, там, сказать, если что, я здесь, да, если какие-то вопросики, даже на английском вы понимаете, что мы не разговариваем на чешском, мы понимаем, что вы не разговариваете на русском, но как минимум, да, на английском договориться можно. В общем, я ходила-гуляла, давайте, может, я буду вставлять какие-то еще кусочки, чтобы вы смотрели, да, проникались всем-всем-всем этим делом, да, магазин красивый, очень много малобрига, очень много пасм, ручного придения, ручного крошения, какие-то европейские бренды, да, которые, скажем, до нас даже не доходят, вот, ну, в общем, я просто, знаете, как это сказать, у меня был такой хороший, по итогу уже был и шопинг, но у меня был очень хороший зыринг, я все смотрела, все снимала, все щупала, мне было все интересно, но, я же говорю, к малобрига я отношусь достаточно спокойно, красивые расцветки, все чудесно, но пряжа, во-первых, не бюджетная, во-вторых, это просто меринос, ну, как бы я не сторонник за просто меринос отдавать, скажем, такие деньги, даже невзирая на то, что это ручное крошение, что это там женщины в Перу и так далее, тому подобное, всю эту историю я знаю, но как-то не знаю, не проникаюсь, в общем, я этой историей. Точно так же там был шопель, да, я знаю, что многие смотрели кадры и просто там это самое от восторга хлопали в ладоши, но меня шопель не впечатляет, честно вам могу сказать, я шопели перетрогала очень много, вот, значит, и хлопковый там был, который такая новинка, вроде как я, ну, где-то видела, и классический шопель, который носочный, да, все прутся по нему, ну, короче, я не знаю, почему по нему все так прутся, но на вкус и цвет все фломастеры разные, в общем, я, естественно, на какое-то большое изделие я ничего не хотела покупать, потому что, во-первых, это не бюджетно, это раз, во-вторых, стоять в магазине и четко там придумывать, что ты хочешь, это как бы немножко не про то, у меня уже были такие опытным путем, я пришла, что на большое изделие ты судорожно пытаешься сообразить, что там, где там, как там, потом ты не знаешь, что с этой пряжей делать, а, например, носки или какие-то аксессуары, это более реально, да, ты понимаешь, что ты, например, купил один моток, и вот у тебя там перчатки, вот у тебя носки, вот у тебя там шапка, допустим, да, ну, что-то такое, это, мне кажется, более реально. Ну, так вот, ладно, долгое, сильное вступление. В общем, я шлындалась, шлындалась и набрела на носочку, да, значит, носочка была реги, что-то там было еще прулана, еще была какая-то небом, но унымовская, вот, и я набрела на опал, значит, я к опалу отношусь достаточно спокойно, я не могу сказать, что я просто, знаете, пищу кипятком от восторга, когда вижу опал, вот, но я знаю, что опал не поставляют в Россию, а, соответственно, к нам, да, это такой уже редкий зверь, поэтому я понимаю, что, ну, блин, было бы прикольно. В общем, я вживую, да, я только видела на фотках, увидела вот эту вот серию Ван Гог, ее очень многие хвалят, и плюс у меня муж тоже любит Ван Гога, не в плане, да, проникается всем его творчеством, а какие-то такие, да, редкие, точнее, как не редкие, а как это сказать, некоторые, в общем, его картины. Вот, и, значит, я ему показываю, мы выбрали то, что нам понравилось, значит, вот этот вот моточек, это, значит, по Ван Гогу, вот эта картина, так, единственное, что свет, мне, конечно, не очень нравится, вот такая вот картина, и вот так вот должны выкладываться носочки. Значит, это четырехнитка, 100 грамм, 425 метров, здесь 75 на 25, все четко по классике, значит, по цвету. Вот этот цвет, 54-31, очень красивый, просто невероятный, невероятный, вы поняли, да, невероятный цвет. Этот моточек будет моему мужу, значит, это будут или носки, или перчатки, или шапка, ну, в общем, короче, что он решит, это прям вот для него, да, то есть это неприкосновенный моточек, и однозначно для него. Значит, пряжа пухленькая, мягенькая, потому что я вязала из однотонного, ну, как-то меня не впечатлило, если честно, какие-то дрыслявые получились носки, после стирки-то все вроде как неплохо, но когда вяжешь, боже, ощущение, что у тебя руки из одного места растут точно не из плеч, и все корявые, петли корявые, ну, короче, я думаю, понимаете, в общем, поэтому вот этот вот моточек, это для моего мужа. Вот этот моточек понравился мне очень, просто невероятно. Во-первых, здесь красивые цвета, во-вторых, ну, картина, я не могу сказать, что это просто дико вообще восторг, учитывая, что я училась в художественной школе, и все эти картины я видела по 158 миллионов раз, мы и на художке про них рассказывали, потом у нас была МХК, мировая художественная культура, потом у нас были еще какие-то истории искусства и все остальное, поэтому, если честно, я, с одной стороны, у меня перенасыщение всем этим делом, с другой стороны, это было давновато, поэтому, в общем-то, какие-то проблески есть. Ну, в общем, мне понравилось очень цветовое сочетание, значит, носочки должны выглядеть вот так, мне прям очень понравилось, ну, и вообще, вот эти вот красивые переходы, переливы, они не будут вырвиглазные, да, но при этом очень-очень красиво, значит, это номер цвета 54-34, этот 54-31. Так, ну, и, так сказать, в довесок, да, мы решили взять еще вот такой вот, это подсолнухи. Я в Ван Гоге, честно могу сказать, не сильно в его произведениях, я знаю, самое такое известное, это, как оно там, Звездное небо, да, или как оно называется, я уже не помню, если честно, но, по-моему, вот эти подсолнухи, это тоже одно из таких достаточно известных его произведений, значит, вот так выкладывается расцветка, тоже такая смешная, какая-то обжилка или что это, не знаю, с чем это связано. Так, и номер цвета 54-32. Вот, так что вот такие вот три красавчика по Ван Гогу, ну, мы решили, что грех не взять, вот, цена достаточно была неплохая, ну, для Пала в целом, ну, и расцветки красивые были, еще какие-то там конфетные, что-то такое, но, в общем, мы решили взять вот таким вот образом, это чисто для коллекции, ну, в смысле, как для коллекции, для впечатлений и для памяти, ну, и вот этот моточек точно превратится во что-то, но я, как муж мой сказал, моточек должен вылежаться, вот, и уже только после того, как он вылежится, мы будем что-то из него вязать, вот, так что по Апалу мы с вами обсудили. Поехали дальше, значит, ой, не то, вечером мы, как сказать, приехали, короче, гуляли, гуляли, гуляли и пришли в Палладиум, Палладиум в Праге, значит, это торговый центр, он находится, по-моему, в самом центре, если я не ошибаюсь, недалеко от Карлова моста, вот, и он такой адекватный, толковый, потому что через дорогу есть торговый центр, мы там первый раз, когда были, по незнанию зашли, там, конечно, вообще просто эти бренды, 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 именно такие, которые подороже, вот, но так как мы не особо гонщики за брендами, да, и это не совсем, не самое важное в нашей жизни, то, как бы, это нам и не интересно, вот, Палладиум что-то проще, скажем так, да, там есть всякие разные, и масс-маркет, и чуть выше, и чуть ниже, вот, и мы когда были в один из первых раз, 7 лет назад, а, значит, я не помню, вставлю вам сейчас фотографию, в общем, был магазин, и муж его смотрел на карте и сказал, что его вроде как там нету, что его переформатировали под ткани, или что-то такое, и что типа вроде как там пряжи нету, ну, мы немножко, не то, что прям расстроились, ну, думаем, блин, ну, жалко, все равно, что дойдем, но не тут-то было, в общем, мы прошлись, и он там на самом-то деле был, вот, магазин, получается, часть идет пряжа, спицы там, и всякое такое, и часть идет инструмент, и потом идет пуговицы, ткани, и все остальное, но сам магазин называется как бы как, как это, галантерея, что ли, или как это называется, в общем, короче, что типа позиционирует он себя больше как ткани, и все остальное, но в начале магазина идет пряжа, ну, в общем, логика всякая, да, вот, значит, и там чуть-чуть было носочки, там очень много акрила, синтетики, всяко-всяко, то есть вот расцветки там вообще божественные, но как только берешь в руки, сразу понимаешь, что что-то тут нечисто, в общем, я решила, там был аустерман степ, но стоил он каких-то просто, я не знаю, он стоил, по-моему, 22 евро, что ли, или 23 евро, ну, как бы, это, в общем, небюджетная пряжа, да, я из аустермана вязала два раза, и оба раза я покупала пряжу на Вайлдберрисе, какая-то там была дикая просто скидка, что-то там вообще, короче, была хорошая цена, и я решила, что надо взять, вот, мне пряжа понравилась, но сказать, что это прямо лучшая пряжа в моей жизни, я не могу сказать, поэтому не вижу смысла 22 евро платить за моток, вот, я нашла вот такого вот, да, чудо-юдо-рыбаки, значит, это что-то типа, как она называется, регина, да, типа реги, то есть это вот что-то из этого разряда, потому что этикетка очень напоминает, вот, я вам сейчас, если я найду, я вам сейчас вот так вот повставляю, чтобы вы посмотрели, ну, регина точно, 100%, значит, вот такой вот яркий, сочный цвет, должен он выкладываться вот так в носки, значит, здесь это 75 шерсть, 25 полиамид, 100 грамм, 420 метров, вот, и, по-моему, вот это, это, если я не ошибаюсь, по-моему, немецкая эта пряжа, но, честно говоря, не знаю на 100%, вот, вот такой вот классный моточек, он тоже какой-то был не очень дорогой, но и не очень дешевый, конечно же, вот, но, тем не менее, тем не менее, вот такая вот красота, так, значит, и уже практически на выходе я посмотрела, что есть рован, думаю, ну, посмотрю там, рован был альпака Soft Decay, что-то там еще было, которое такое достаточно известное, но подороже, да, и тут я увидела носочку, думаю, елки-палки, в общем, короче, я пересчитала, она получилась гораздо дешевле, чем то, что я видела у нас с доставками из России и так далее, в общем, это рован сок, 100 грамм, 400, сколько тут, 400, 400, подождите, где-то же было написано, короче, здесь, по-моему, стандартная носочка, то ли 400, то ли что-то 380, по-моему, так, значит, номер цвета, подождите, ничего не видно, 0, 0, 0, 6, и можно было еще парочку нолей сюда добавить, вот, классическая носочка, но она очень классная, потому что, во-первых, она такого ровничного типа, это раз, во-вторых, она идет таким как градиентом, в общем, мне очень понравилось, мы там выбирали цвета, цветов там много всяких разных, и мне понравился, такой был фиолетовый, еще что-то, но я не хотела брать несколько мотков, потому что, ну, все-таки это не самая дешевая пряжа, и плюс и так у меня покупки были, и у меня и так, в принципе, пряжи нормально, так что я решила взять один моточек, но он, конечно, классный, мягчайший, красивый, не факт, что это будут носки, возможно, это будет или шапка, или, может быть, какой-нибудь аксессуар, да, может быть, это будет какой-то такой снуд, ну, короче, я не знаю, может, это перчатки будут, но на перчатки просто мало совсем надо, так что я подумаю, посмотрю, но это просто вообще какое-то богачество, честное слово, вот, красивый цвет, невероятная палитра, так что, в общем-то, я еще взяла вот такой вот, значит, в этом магазине еще были спицы, я вам показывала Ади Классик, но я уже на них вяжу, поэтому не буду здесь уже тут трясти, и вот здесь вот, где было, был моточек Фил Калана Арвета, сейчас он у меня тут рядышком под боком, он уже просто начатый, я его тоже показывала в прошлом влоге, вот такой вот Арвета, 80 супервош, 20 нейлон, 210 на 50 грамм, значит, я покупала, мне надо было довязать носки, носки Франкенштейна, которые в начале влога вам рассказывала, что моя соседка их забрала, так что я рада безграничной, еще у меня вот осталась пряжа, можно тоже будет скомбинировать и сделать тоже все-таки носочки, вот, так что вот это вот, это отсюда, так, значит, вот, второй был магазин, значит, и третий, получается, магазин, куда мы доехали, это был Карловый Варый, но там не предполагалось никаких магазинов, и чисто случайно, практически с самого начала вообще, как мы вот зашли на улицу, там был магазин, мы просто были в шоке, если честно, у него и график работы был прекрасный, он работал, и все там классно, и продавец даже практически неплохо разговаривает на русском языке, в общем, там в основном много Турции, тоже вам ставлю, если не забуду кусочек, много Турции, много синтетики, там тоже галантерея всяко-разно, пуговицы, ниточки какие-то, иголочки, всяко-всяко-всяко-всяко-всяко, вот, но я уже, когда прошла несколько кругов, я посмотрела, думаю, ну, мне тут особо ничего не интересно, думаю, просто сниму для контента вам, покажу, какие есть магазины, да, и что, в принципе, в Карловых Варах есть магазин пряжи, что очень приятно, а потом, честно, случайно внизу я увидела носочку, ну, и, конечно же, я не могла пройти мимо, в общем, причем мне сказали, что это чешская носочка, какая-то вельняхеп, если я правильно читаю, вельня, вельняхепка, короче, какой-то, но мне продавец сказал, что это чешская носочка, и чему я, конечно, несказанно рада, потому что хочется всегда привозить что-то, ну, как местного, да, разлива. В общем, одна бамбу-сок, вторая бест-сок, вот это вот бамбу-сок здесь, значит, по составу где-то было, 75 шерсти, 25 бамбук, 100 грамм, 400 метров, очень красивый, я не знаю, цвет 72-02, 79-02, прошу прощения, нужен он вам или нет, в общем, вот такая красивая расцветка, просто красивущая, серьезно, какой-то невероятный, я даже не знаю, щербет или что ж, как это называть, очень красивое сочетание, и она такая, знаете, мягенькая, мягенькая, мне кажется, ну, будет отлично носиться, вот она, с одной стороны шерстистая, с другой стороны мягкость здесь присутствует, значит, вот такой моточек, и вот этот вот моточек, тоже мне так понравился цвет, вообще просто какое-то невероятное сочетание, хоть я красному всегда очень спокойна, но именно вот в таком вот, плюс вот этот эффект такой потертости, да, мне он прям реально очень-очень нравится, значит, это цвет 73-42, и здесь, по-моему, классика, 75 шерсти, 25 полиамид, 420 метров на 100 грамм, вот, мягкая, приятная, классная, вот эта чуть более как будто шелковистая, вот эта вот просто мягенькая, тоже мне очень нравится, не факт, что это будут носки, но, тем не менее, я рада, что в моей коллекции появилась вот такая вот, ну, наверное, чешская пряжа, да, будем верить продавцу, так что, в общем, вот такая вот красота, я стала богаче, да, на вот сколько-то моточков из именно поездок, так, значит, и вот у меня появилось еще три красавчика, это не из поездки, но, тем не менее, это мои покупки последние, значит, я, когда увидела эту пряжу, у меня просто, знаете, был этот восторг от цвета, от переходов и всего остального, да, я знаю, что сейчас много споров, что эта пряжа, как это сказать, противоречивая, что ее там кто-то у кого-то украл и так далее, мне, честно сказать, фиолетово, кто у кого ее украл, украл ли, или это реально придумано, или это просто кто-то, значит, сделал эту пряжу и, короче, мне, если честно, все равно, да, потому что пряжа красивая, я из этой пряжи вязала, из других коллекций, вот, и мне это очень нравится, поэтому, на самом деле, очень классно, что она есть в таких, во-первых, классных расцветках с точки зрения названия, да, и с точки зрения того, что это можно купить в магазине Айнитки, значит, это их фирменная носочка, да, которую они заказывали у Лайнас Ду Норд, насколько я поняла по истории, в общем, Тревел Сок называется, цвет у меня 201, так, вот этот цвет 206 и вот этот цвет 203, вот этот, я точно помню, называется Ночная Москва, вот этот, что-то там, Лиса, я подпишу вам, потому что я не помню, и вот это, то ли Северное Сияние, то ли Ледники, чего-то там, ну, правда, это очень красиво, вообще, я, если честно, когда выбирала, просто у меня аж слюни по бороде текли, мне хотелось выбрать все, но я понимаю, что, ну, как бы, зачем выбирать все, надо выбрать чуть-чуть, если прям уж, ну, совсем я не могу, невозможно мне будет жить без этой носочки, куплю я еще себе, вот, но, правда, очень красивые переходы, очень красивые цвета, ну, и плюс она мягкая, она пухлая, пушистая, и носки из этой пряжи хорошо носятся, они мягкие, они не такие шерстистые, например, как, не знаю, регия, но, тем не менее, вообще, вообще все супер с ними по и тактильному, и по всему остальному. Так, я уже, по-моему, да, сказала, что это 100 грамм 420 метров и 75 на 25 здесь, значит, шерсть и 25 нейлон. Так, значит, поэтому эту пряжу можно купить в магазине Айнитки, они находятся в Екатеринбурге, вот, и в инфобоксе вы найдете промокод, значит, на покупку этой пряжи, я же говорю, такие расцветки, чтобы их не взять, если честно, поэтому я вам рекомендую пройти, ознакомиться, в инстаграме представлены расцветки, и, соответственно, на сайте тоже можно посмотреть. Я же говорю, была бы моя воля, я бы все скупила, но я просто понимаю, что 3 это и так, знаете, многовато. Каждый оттенок по-своему прекрасен, это про Россию, да, про уголки России с каким-то колоритом, это действительно очень классно, да, я хоть не живу в России, не являюсь там россиянкой, но, тем не менее, у меня живут родители, и, в принципе, я, мне нравится, что Россия очень многогранная, да, то есть тут есть и льды, и леса, и поля, и все-все-все, вот, поэтому это классно, что и в пряже это отображено, вот, поэтому, если, как бы, знаете, все эти какие-то там перипетии можете написать, но я в чате у себя в телеграме, да, девчонки мне скидывали и эфиры, и, значит, какие-то посты, и все остальное, да, там Шерлоки проводили расследование, ну, я же говорю, если кому-то хочется этим заниматься, то, пожалуйста, я с удовольствием покупаю ай-нитки, потому что с Linus du Nord у нас есть большие проблемы, у нас то не достать, то какая-то невнятная вообще политика, то еще что-то, поэтому, в общем, мне нравится, что это можно купить в ай-нитках, с ДЭК, быстро, четко, все, вот, поэтому я однозначно рекомендую, тем более, вы знаете, что я рекомендую то, что мне самой нравится, да, что не нравится, я вам не рассказываю, ну, и плюс еще промокод дает приятную скидку, так что грех не воспользоваться, тем более впереди праздники, новогоднее, Рождество и так далее, да, пряжи много не бывает, особенно, когда реально надо ее кому-то подарить, вот, так что пользуйтесь, я надеюсь, вам будет полезно, так что посмотрите, сколько у меня красоты, это просто вообще балдеж-балдежный, столько красивой пряжи, столько классных оттенков, артикулов и всего остального, я реально богатый человек, потому что я могу, во-первых, как это сказать, богатый человек не в плане денег, а богатый человек в плане визуала и в плане возможностей, да, что я могу привозить из поездок, что я могу вам показывать эти магазины, потому что я понимаю, что, к сожалению, не у всех есть возможность сейчас путешествовать, куда-то ездить, что-то смотреть, ну, возможно, мое окошечко, вот такое окошечко маленькое в Европу, да, вас обрадует, вас как-то наполнит, да, и, возможно, вдохновение новое подарит, вот, так что на сегодня у меня все, да, я пошла обниматься со своими новыми моточками, возможно, даже с чего-то начну, ну, просто, знаете, вот хочется вот так вот сидеть и как, не знаю, маленького Бишу наглаживать, потому что они, правда, мягенькие и классные, все, правда, все, все по-своему замечательные. Так что все, на сегодня это все, я думаю, что сегодня я уже все оттороторила, вам рассказала, у меня сегодня какое-то мега подключение, но я же говорю, что, учитывая свет, я не удивлюсь, что это будет единственное подключение в этом влоге, но как есть. Так что все, до следующего включения. Привет, ребята, ну что, лицом к лицу я решила подключиться, не знаю, как там сложится весь наш влог, но, в общем, у меня тут каждый раз хочу, как это сказать, в одной локации поснимать, а у меня там ребенок, допустим, на обоих нарисовал, вот, поэтому приходится немножко это, подстраиваться. Я вам, знаете, что хотела рассказать? Я тут, значит, смотрела какие-то мастер-классы, да, что-то хочу интересненькое для себя найти, ну, и вообще какие-то площадки, платформы, да, что-то такое интересное, чем бы можно было пользоваться. И, значит, я тут смотрела пряжу на iNeed, когда носочку их travel, который сок, и я, честно говоря, не знала, что у них есть целая школа вязания, в общем, там куча мастер-классов, куча вообще информации, как вязать, что вязать, да, и классные девчонки, которые преподают, которые пишут мастер-классы, вот, поэтому я залипла, там действительно много всего, из чего есть выбрать, и для начинашек, и для средняшек, и для крутышек, и для всех-всех-всех, поэтому я вам однозначно могу рекомендовать, я в инфобоксе оставлю ссылку, чтобы вы там, да, долго не копались, не искали, но это прям действительно классно, я себе уже там на заметку взяла как минимум 4 мастер-класса, да, хочу их купить и, соответственно, начать вязать, вот, поэтому если вы тоже в поиске хорошей информации, хорошего изложения, вообще такой структурной, да, как бы базы, то я прям настоятельно рекомендую пойти посмотреть, да, может быть, себе что-то выбрать, вот, потому что хорошего материала, толкового, честно говоря, не так много, то есть он где-то по грубицам разбросан, а тут мне понравилось, что все в одном месте, да, можно на этом, на гид-курсе сам материал, вот, поэтому это удобно, да, там покупаешь и, в общем, пользуешься, да, все, что нравится, все, что хочется, и используешь, да, можно там не один раз, ну, короче, это очень классно, потому что, я же говорю, я к материалу именно такому, да, как это сказать, информационному, да, и к какому-то базовому отношусь серьезно, потому что, ну, всякой ерунды, честно говоря, много, да, и в книжках часто бывают какие-то несостыковки и так далее, но здесь, в принципе, я поизучала, мне кажется, это классная вообще история, можно выбрать для себя, не знаю, там, предложить подруге, там, вот, смотри, я нашла такое-то, давай, там, ты купишь, я куплю, и мы будем вязать, да, спокойно, я имею в виду рассказать, где найти и где посмотреть, потому что часто хочется, да, ну, где, фиг его знает, вот, поэтому я вам оставлю ссылку, переходите, смотрите, действительно толково, действительно классно, могу рекомендовать, так что пошла, я тоже еще поизучаю, я же говорю, мне нравится там, ну, не все, но очень-очень многое, так что все, до следующего включения. Привет, друзья, у нас сегодня пятница, давайте будем подводить итоги, расскажу, что тут навязала, связала и так далее, у меня, кстати, эти несколько дней выдались продуктивные, сейчас пока быстренько, хороший свет, давайте расскажу, так, значит, первое, что у меня, тут у меня в этой сумке, что только, что только, нету, какие-то тряпочки, шмапочки, еще остальное, так, секундочку, светела петля, так, значит, эти носки, которые я вам говорила, да, здесь быстренько, буквально, отчет, да, первый это связался в поездке, и, соответственно, второй, сейчас я пока была там на процедурах, в общем, я связала, наверное, вот столько, потому что я в основном сидела, отвечала на комментарии, что-то я давновато, именно так вот, знаете, целенаправленно не сидела, не отвечала, комментариев набралось прямо знатно, вот, поэтому я решила выделить время, пока там мне, в общем, наводили красоту, я решила быстренько поотвечать, вот, почти что на все ответила, так что, если что-то вдруг кто-то долго ждал ответа, прошу прощения, но бывает такое реально, вот, в общем, значит, что могу сказать, вяжется классно, хорошо, вяжу на адиках, на свеженьких тоже, которые покупала, но, в общем, все это, все хорошо, все по плану, но это не горячий процесс, вот, поэтому он просто идет, в общем, без всяких-всяких. Так, дальше давайте по носкам еще пройдемся, я вам показывала, значит, черный моток, вот этот вот, значит, Alize Wooltime, этот цвет 60-й, черненький обычный, это, ну, как шести нитка получается, так, и вот у меня уже образовался первый носок, практически он закончен, сейчас надо будет только его закрыть, ну, в смысле, мысок связать, и все, и можно будет вязать второй. Значит, вот такой вот спортивный носок, типа, кто он там, Adidas, наверное, типа, Abibas, будем так его называть, в общем, значит, я вяжу толстячком, и взяла вот этот вот белый, который у меня тоже от этого же клиента пряжа оставалась молочная, да, точнее, значит, это Artisan, я вяжу в две нити, соответственно, получается, черный в одну нить толстячок и беленького в две ниточки, вот, получается достаточно неплохо, после стирки это все дело разровняется, будет вполне себе. Вот этот пушок прикольный, ну, не знаю, мне Wooltime нравится, многие его ругают, я пока как-то, в общем, не нашла подтверждение, что здесь там больше синтетики, чем не синтетики, ну, поэтому как-то, в общем, я пока что довольна этой пряжей. Так, значит, в принципе, все это на размер, какой там, сорок, сорок два, по-моему, если не ошибаюсь, вяжется быстро, я вчера буквально вот за день у меня было связано пол резинки, и вот вчера за вчерашний день за часть, первую половину, наверное, где-то до обеда, чуть-чуть, может быть, позже, я отвязала, значит, практически весь носок, не успела, потом мне надо было уже бежать по делам, вот, поэтому тоже, я надеюсь, за выходные закончить носок, и все, и буду отправлять своему клиенту две пары носков фуксийные и вот эти вот, чтобы он носил с удовольствием, радовался жизни. Так, давайте дальше поехали, тут у меня продвижение, значит, в моем фиолетовом, я вам, по-моему, показывала, да, что у меня было, что у меня там было, я еще не соединяла в круг, и мне там надо было вывязать, ну, получается, переднюю как бы часть. Так, значит, я уже соединила, и, получается, вот провязала, сейчас фокус, значит, ну, уже сколько тут, наверное, сантиметров, сантиметр 4, наверное, плюс-минус на скидку тела, в общем, все тут соединила, точнее, не соединила, а, как это сказать, все сделала, все как надо, по пройме, да, у меня здесь пройма будет шире, чем в розовом, ну, я так, в общем-то, решила, что почему бы и нет, вот, мне кажется, что тело будет шире, но, опять же, да, то есть я сейчас, я вам говорила, что у меня закончится моточек, и я буду переходить на рукава, но я там что-то фильм смотрела, или сериал смотрела, я не помню, или ютюб смотрела, мне так не хотелось, вообще ни о чем думать, хотелось просто вязать, поэтому я думаю, ладно, ничего страшного, я при, это, присобачила, короче, слово, присоединила, новый моток, ну, вот этих вот макарошек распущенных, ну, нормально в целом, вот, и все еще у меня идет первая, первый бублик, здесь где-то 100, что-то 20, что ли, грамм, что-то такое, но так как метраж, сколько там, 700, по-моему, сейчас, секундочку, 750, то, естественно, и расходуется, она достаточно хорошо, да, и это экономично, так, значит, вот такая горловина, она, в принципе, такая же, я ее сделала, по-моему, буквально на пару рядов глубже, именно перед, вот, так что я думаю, что это будет еще лучше сидеть, хотя и та горловина мне тоже очень-очень нравится, вот, ну, поэтому, соответственно, сейчас просто вот эти километры лицевой глади моей любименькой, но, опять же, я думаю, что когда, возможно, у меня будет чуть-чуть посвободнее, да, время, именно с точки зрения даже не то, что свободного времени, а когда мне захочется, да, каких-то супер мыслительных процессов, хотя здесь особо ничего мыслительного не надо, но у меня почему-то всегда, хоть я знаю, как это поднимается, сколько там, какой шаг делать и так далее, но у меня всегда вот какой-то такой небольшой ступор именно по набору, по пройме, да, когда мне надо набрать петли и из них вязать рукав, плюс я буду же здесь делать, как и в розовом, рукав, вывязывать головку рукава, да, все по классике делать и, соответственно, потом идти вот так, вот так, вот так, то есть, чтобы где-то примерно там сколько, 8, 10, 12, я не помню, сколько сантиметров, надо посмотреть в записях, будет головка рукава, да, то есть, ну, это будет вот так вот выглядеть схематично, да, и отсюда уже пойдет рукав, вот, поэтому это тоже, как бы, небольшое время занимает и нужно этим заниматься, так что я решила, ладно, пускай как идет, так и идет, вот здесь у меня висят эти маркеры, я думаю, что вы видите, вот, это все мои прибавки, убавки, в общем, все, что я делала, я не могу сказать, что мне это прямо дико нужно, да, но я все равно отмеряю, на всякий случай, если вдруг мне надо будет свериться, да, что-то записать, вдруг я что-то пропустила, а так, чик-чик-чик, посчитал хотя бы на одной стороне, это, ну, достаточно удобно, так, значит, тоже здесь достаточно такие неплохие продвижения, мне нравится, он сдвинулся с мертвой точки, в какой-то момент, если честно, я уже даже словила себя на мысли, что, типа, может быть, зря я его вяжу, может, надо распустить, что-то мне так не хочется его вязать, а потом я, не то, что небольшое усилие, ну, я так говорю, давай немножко мы поряжем, да, а там уже дальше будет видно, и, в общем, пошло-пошло-пошло-пошло, поэтому иногда, да, иногда можно себя чуть-чуть это, знаете, под это, под попу пнуть, для того, чтобы это было веселее, и чтобы потом не было мучительно больно за то, что ты распустил, а на самом деле можно было просто два ряда немножечко так со скрипом провязать, и потом пошло-пошло-пошло, все быстрее и веселее. Так, значит, сумочка Ани Павловой, я уже вам ее, да, не первый раз показываю, но мне очень нравятся эти желуди, они такие осенние, но, знаете, не хандрово-осенние, а такие классные, веселые, замечательные и чудесные, вот. Так, значит, этот проект у меня живет здесь, и тут, в общем, уже, как это сказать, у нас на днях был первый снег, ну, как такой, полу-полу-недоснег, я бы так его назвала, в общем, я решила, что, ну, как-то уже, наверное, ж пора мне, в общем, утеплять своего ребенка, так, я думаю, что вы видите эту веселую разницу, в общем, это абсолютно два одинаковых мотка Drop Slim, но разная партия, вот, так что я думаю, что вы видите, но я решила, что пусть так будет, во-первых, это, так, давайте по порядку, сейчас, одну секунду, я только возьму этикетку. Значит, что, давайте сначала по пряже, потом расскажу, что это, где это. Значит, это вот такая вот пряжа Drop Slim, у меня было два мотка, я, не помню, в позапрошлом, наверное, году я покупала, я хотела себе то ли варежки, то ли шапку, я уже, если честно, не помню, я поехала в магазин, купила эти мотки, но что-то то ли я спешила, то ли что, я, честно говоря, не помню, в общем, оказалось, что это две разные партии, и они реально разного цвета. Я это увидела уже, естественно, или дома, или когда я видео записывала, я, короче, не помню, но, в общем, не в магазине. Значит, это Drop Slim, а серия Mix, видите, здесь даже этикетки разные, здесь есть вот эта вот штуковина, здесь нету. Так, значит, номер цвета это 0705, ну и вот вы видите партии, да, разные, разные, разнообразные. Так, что-то я хотела посмотреть, что-то я хотела посмотреть, ладно, что-то я хотела посмотреть, но уже забыла. В общем, это вот такая вот пряжа, значит, здесь, так, 50 грамм, 100 метров, 100 метров и 65 шерсть, 35 альпаков. Я люблю эту пряжу, но, естественно, не на голое тело, да, то есть я могу, например, носить такую пряжу, я у меня была из Непала Лопопейса, сейчас я мужу буду вязать Лопопейсу из Непала, но ребенку все-таки, ну, на голое тело, да, там, к лицу, к шее, ну, я считаю, что это, конечно, немножечко, как это сказать, попахивает, ну, в общем, не очень здоровые истории, поэтому я предпочитаю это на верхний слой, внутрь что-то помягче. Значит, я вяжу вот такой вот шлем по описанию Ксении Маликовой, Космо-шлем называется, у меня это описание, не помню, наверное, ну, мне кажется, как оно вышло, по-моему, у Джулини сразу я его купила. В общем, очень крутое описание, мне нравится, у нас уже такой шлем был, значит, мы его носили два, по-моему, с половиной, что ли, года, и тоже был верхний слой из Лимы, а внутренний слой из китайского Кашемира. Собственно говоря, сейчас я буду тоже делать такое же сочетание, сейчас вам покажу по цветам. Короче, вот это вот описание я реально рекомендую, оно, я не могу сказать, что оно прямо дико простое с точки зрения исполнения, там, если вы прям совсем, знаете, нулевачка, то, возможно, будут сложновато какие-то моменты, но там, в принципе, все с видео, все с объяснениями, поэтому не связать невозможно, но надо бы просто быть внимательным, считать петли, это по-петельное описание, вот, но мне очень нравится посадка, мне нравится, что все закрыто, этот шлем прошел вообще испытание временем, и любой погодой нашей белорусской, Минской, да, когда у нас страна ветров продувает, просто там в плюс пять ощущений иногда бывает, что минус, дикий ветер, не знаю, там морозы какие-то тоже, да, при нашей влажности почти 100% у нас морозы, но ощущаются больше, чем есть на самом деле, плюс мы ездили в горы, там тоже, да, своя специфика, какие-то там дожди и все остальное, короче, в общем, всякая разная погода, реально прошло испытание, поэтому я могу рекомендовать, во-первых, это описание, оно удобное, оно все закрывает, вам не нужен шарф, не нужен снуд, вы связали вот один такой шлем, и у вас все закрыто, у ребенка реально и шея закрыта, и уши закрыты, и лоб закрыт, ничего никуда не ползет, и как бы еще и, ну, манишка, да, получается, то есть вот здесь вот спереди и сзади тоже часть спинки закрыта, вот, поэтому я реально могу рекомендовать, это прям вообще отличная история, это, наверное, лучший шлем вообще, который, в принципе, я видела, и по отзывам, да, девчонок, кто тоже вязал, кто носил, ну, в общем, короче, все довольны, так вот, в общем, что, что, у меня получается связано практически, да, сейчас я вот этот самый буду довязывать манишку, как бы, спинную, на спине, короче, которая, вот, в общем, получается, вот этот вот один моток, да, до вот этого места, это одна партия, соответственно, и вторая, ну, как раз оно так прикольно получилось, что вот, вот это расширение манишечное, да, так называемое, ну, то есть вот получается, да, строго на манишку, поэтому я решила, ну, ничего страшного, да, пускай это будет, такой момент, во-первых, это будет под курткой, во-вторых, это все-таки это детский шлем, и моему ребенку вообще глубоко фиолетового, одна эта партия, или не одна эта партия, вот, он, я ему вчера показала, он, ну, не могу сказать, что он прям дикий любитель зеленого цвета, но ему в целом неплохо зеленый цвет, плюс у нас, ну, как у нас, у него этот горчичные куртки, зеленая такого, чуть-чуть с бирюзой, такая петролька, наверное, да, и вот как раз-таки это будет отлично, в принципе, совсем гармонировать, ну, и вообще, в целом, хорошая пряжа, почему бы ее не использовать, ну, так вот, соответственно, чуть-чуть мне тут осталось, я тут единственная вот здесь вот с задними прибавками, не то, что накосячила, но что-то я тут немножко, как будто бы сбилась с петлей, но это не суть важно, главное, что расширение идет, и, собственно говоря, все нормально, вот, в общем, все пока такое немножечко кривенько-косенько, плюс эта пряжа сама по себе до ВТО, она кривая, косая, вот, а потом, соответственно, ложится хорошо, вот, мне нравится в целом этот цвет, мне нравится именно вот этот вот цвет, поярче, он такой, видите, линейка микс, он меланжевый, красивый, ну, вообще, знатный, ну, и тепленький, конечно же, вот, значит, я вяжу на 3,75 на лантермунах, вот они у меня, это, которые у меня не разъемные, которые самые первые я покупала, значит, что, когда вот здесь вот сверху шапка начинается, magic loop, да, естественно, все технические моментики я раскрывать не буду, в общем, когда magic loop вяжешь, то, получается, застревает, да, вот эти все-таки стыки, ну, немножко они меня вот здесь, вот в этом месте, мне прям приходится ногтями проталкивать петли, я не могу сказать, что это прям, знаете, ужасно-ужасно, но вот в каких-то местах, например, вот, ну, прям надо силой вот так вот ее прокручивать, вот, в общем, у меня прямо дико бешеной любви пока с этими спицами не случилось, но уже однозначно лучше, мне нравится сама спица, ну, вот немножко со стыками бы что-то бы поделать, или, может, я просто сильно плотно вяжу, хотя, опять же, ну, не могу сказать, что прям дико плотно, вот, поэтому что, поэтому мне нравится, значит, этот проект, он, я не могу сказать, что прямо очень быстро идет, потому что все равно здесь куча укороченных рядов, надо там то-то довязывать, тут все довязывать, то еще что-то, но я понимаю, ради чего вообще это все затевается, что это офигенная вещь, как минимум на два сезона, потому что она такая достаточно, да, хорошо тянется, у меня у ребенка обхват головы что-то там 50, то есть у него, ну, в общем, небольшая голова, ну, средняя, да, можно так сказать, вот, в принципе, можно было носить наш прошлогодний шлем, но я его отдала, да, в общем, другому ребенку, и, в общем-то, и на здоровье, пускай они носят спокойно, я это тоже хотела связать свеженький, вот, поэтому, значит, ну, вот это, получается, вчера вечером я начала, и, ну, вот уже почти что первый готов слой, да, и вот у меня от второго мотка, ну, то есть где-то, наверное, половина этого мотка останется, тоже, может, куда-то его пущу, ну, или просто оставлю для жаккардов, допустим, вот, внутренний слой, значит, у меня есть два варианта, вот такой и вот такой, да, я решила, это самое, вдариться в зеленый цвет, на самом деле, не потому что вдариться в зеленый цвет, а просто у меня лежат мотки, да, и, допустим, на какой-то взрослый, плечевой или взрослый аксессуар не всегда этого хватает, а на детска как раз само то, значит, вот это, это кардный меринос, значит, 300 на 100, по-моему, он идет, гран, заявлен, по крайней мере, вот, значит, стопроцентный, он классный, но я боюсь, что он может чуть-чуть подкусывать, потому что, например, когда, ну, там, мороз или что-то еще, он неплох, это вот такое вот, я не знаю, ананасовое яблоко или как это называть, короче, такой красивый, или лайм, наверное, яркий лайм какой-то, вот, значит, здесь, по-моему, у меня 100 грамм этого цвета, то есть, ну, меньше, естественно, уйдет у меня на подкладку, но, тем не менее, да, можно потом варежки, может быть, смиксовать или что-то еще, но я же говорю, я боюсь, что вот в районе шеи, возможно, будет покусывать, если, например, не одевать какой-то гольф или что-то еще, хотя у меня ребенок непривередливый, но вот, как бы, становится старше, и он иногда может там, да, что-то сказать, вот мне чешется, вот мне там еще что-то, раньше ему было, по-моему, вообще плевать, все, что одел, все он и носит, вот, и я решила, что у меня есть вот такой моточек, это китайский кашемир, ну, я не думаю, что это 100% китайский кашемир, история, конечно, умалчивает, я кучу сайтов перелопатила, везде разная информация, кто-то пишет, что это 95 меринос, опять кашемир, кто-то пишет, что это 95 кашемир, опять меринос, кто-то пишет 90 на 10, ну, короче, всякое разное, но чем мне нравится эта пряжа? Эта пряжа у меня уже была в шлеме, она была серая такого, средне-серого цвета, красивый, очень меланжевый цвет, тоже было внутри подкладки, внутри шлема, во-первых, она мягкая, она не колет, она сдерживает колкость лимы верхнего слоя, да, и они очень классно друг с другом, как это сказать, гармонируют, да, и она чуть-чуть, естественно, закатывается, такой прямо пушок отдирается, но она реально мягкая, она сильно там прям как-то не деформируется, не растягивается, не кошлатится именно такими жуткими кошлатками, вот, и, ну, она реально мягенькая, вот, и поэтому я все-таки думаю, что, наверное, хотя ребенок показал на этот цвет, тоже говорю, я боюсь, что я свяжу, и он не будет носить этот шлем, и тогда это будет, ну, как бы обидно, досадно, вот, поэтому, скорее всего, это будет вот такой тандем, понятно, что это не цвет не один в один, но у меня и нет задачи, если честно, подобрать цвет один в один, вот, поэтому, скорее всего, вот из этого, и у меня на прошлый шлем, по-моему, я вяжу на размер больше, хотя можно было вязать такой же, но я решила, пускай будет запасом, тем более, опять же, лима иногда бывает, то она усядется, то она растянется, то она еще что-то, поэтому я решила взять на размер побольше, вот, значит, у меня ушло, ну, не весь моток здесь 50 грамм и 350 метров, у меня ушло, по-моему, что-то грамм, наверное, 30, что ли, 35, что-то такое, если честно, я не очень помню, но сам факт, что большая часть мотка у меня уйдет, вот, поэтому я буду продолжать, да, хочу побыстрее связать этот шлем, чтобы, во-первых, его постирать, потому что, так как он двойной, он сохнет долго, у меня он дома, хотя у меня дома сухо, достаточно тепло, сохнет, ну, два дня, это прям на батарее, вот, а так он чуть ли не 4 дня, я его постоянно там выворачиваю, переворачиваю, чтобы он не затух, не скис, ничего там с ним не случилось, но зато он реально бронебойный, теплый, можно на снегу практически в нем спать, поэтому реально я рекомендую, почему я 10 минут про шлем, блин, разговариваю, потому что он реально офигенный, прям вот могу рекомендовать, вот, значит, все, наверное, я вам, по-моему, все рассказала по своим каким-то процессам, да, всему остальному, вот, я надеюсь, уже на следующей неделе покажу вам все, вот это вот дело готовое, ну, может, кроме фиолетового свитера, вот, и хочу уже начать лапопейсу, хотя бы набрать петли, я вам сейчас, давайте, покажу пряжу, ну, часть хотя бы, часть пряжи, и на этом, наверное, мы будем завершаться. В общем, это вся пряжа, которая у меня есть, возможно, здесь будет что-то лишнее, но, тем не менее, значит, вот это вот, это основной цвет, это Drops Nepal Unicolor, очень красивый цвет, он у вас капельку ярче передается, но, в целом, по тону вполне себе неплох, значит, номер цвета 8911, значит, этот цвет у нас в Минске его не было, так что Насте Герасимовне тебе большой привет, в общем, это пряжа из Вильнюса, Настя мне купила, потому что там, как раз-таки, было в нужном количестве, да, нужное количество мотков, я не помню, у меня, по-моему, то ли 11, то ли 12 мотков этого цвета, значит, и будут вот такие, такое сочетание, это получается молочный цвет, тоже Unicolor, значит, 0100, вот такой вот красивый цвет, у меня таких мотков 3 получается, 3 молочных, так, дальше, вот эти вот 2 голубых, значит, это тоже Unicolor, и это 8908, вот, очень красивый тоже голубой цвет, просто прям, вообще, любовь любовная, значит, вот такой вот, тоже красивый, это не то петроль, не то что, но он, видите, вот, есть петроль в Лиме, вот такой, он более петрольный, этот все-таки более синий, значит, этот цвет 8905, но, правда, цвет вообще роскошный, очень-очень красивый, это уже линейка Микс, здесь, я думаю, что вы видите, да, вот эти вот переходы, переплывы, так, горчичка, но, скорее всего, я ее не буду использовать, не знаю ее даже цвета, черный, нету этикетки, поэтому не скажу, это Лима, вот, и, соответственно, вот это вот Лима тоже, просто они у меня здесь лежат, ну, пускай будут, так, значит, я вам тогда сейчас, если я не удалила, я вам ставлю фотографию лапопейсы, которую я буду вязать, которую выбрал мой муж, вот, вот, как мы это самое с девчонками хихикали, ну, кто-то, я уже показывала, да, кто-то говорит, вот, это самый такой смешной, вроде, с одной стороны, немножко детский принт, я говорю, ну, как бы, у каждого, во-первых, свои вкусы, во-вторых, возраст абсолютно, да, не показатель, чего, куда надо, что надо быть серьезным человеком, тем более, что лапопейса с этими, как они называются, тупики, по-моему, да, это вообще не показатель серьезности или несерьезности, это просто классно, я, на самом деле, очень люблю, когда люди выбирают именно то, что нравится, да, не то, что по возрасту подходит, или это прилично, или это неприлично, вот, это очень-очень круто, вот, поэтому вот такую веселую лапопейсу буду вязать в ближайшее время, я еще ничего не рисовала, я буду вязать чисто по картинке, сама рисовать схему, вот, поэтому, в общем, пожелайте мне удачи, вот, я, кстати, только-только увидела, что здесь гора нарисована, прикиньте, я столько вообще уже лет вижу из Непала, что я только-только увидела, что это гора, обалдеть, вот это да, ну, в общем, ладно, на этой позитивной ноте мы будем с вами заканчивать, спасибо большое, что посмотрели этот влог, надеюсь, вам было интересно, я уж, честно говоря, не знаю, какой он там информативный, не информативный получился, но, в принципе, все, что есть, все вам рассказываю, я радуюсь, что у меня продвигаются потихоньку процессы, что появляются новые, что какие-то давнишние хотелки я реализую, это тоже очень-очень здорово, в общем, заказов хватает, и времени, чтобы повязать чего-то свое тоже хватает, этому я безгранично рада, вот, поэтому огромное вам спасибо за ваше время, за ваше внимание, поставьте лайк этому видео, пожалуйста, потому что я смотрю, что очень многие забывают ставить лайк, я сама иногда забываю, но я сейчас взяла себя за правило, как только видео начинается, я ему сразу ставлю лайк, неважно, понравилось, не понравилось, там что-то еще, да, лайк обязательно я ставлю, вот, и давайте поболтаем в комментариях, расскажите, что вы сейчас вяжете, может, вы уже начали готовиться к Новому году и вовсю навязываете, там, подарки, не знаю, аксессуары, украшаете дом, мы пока еще ничего, в общем-то, особо сильно не начали в новогоднюю тематику, да, потому что мы пока еще не решили, какую елку в этом году будем ставить, муж хочет настоящую, я хочу искусственную, у ребенка постоянно показатели путаются, то он хочет настоящую, то он хочет искусственную, ну и, соответственно, от этого будут и сроки, да, ее постановки, это, меняться, вот, поэтому огромное вам спасибо за внимание, желаю вам хорошего настроения, хороших выходных, пускай все получается, плохая погода, не помеха абсолютно, вот, больше хорошего вязания, классной пряжи, будьте здоровы, и тогда до следующего видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok